И всем привет, ребята, с вами Вячеслава, я Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Скайли Милана, проблемный ребёнок. Очень интересно, что такое. Первый, сразу хочу предупредить для тех, кто не шарит, у меня, я был на концерте 5 сквада, сорвал голос, и поэтому приходится с таким голосом говорить. И плюс, чё, чё ещё ещё сказать? А, вроде всё, да. А, ну, на Телеграм сабайтесь, чтобы подобные новости не пропускать, и на Твич тоже сабайтесь, потому что на Твиче у нас сейчас достаточно зрителей, и мы сейчас все будем слушать Скайли Милана. Что могу сказать? Что могу в целом сказать? Кстати, на Твиче сейчас сабайтесь, потому что, вот, у нас прогнозики идут. Хвастаться, что был на концерте. Нет, я просто говорю причину того, что я голос сорвал. Очень интересно, что это будет. Потому что, как бы вам сказать, да, я фанат старого Скайли Милана. Вот, трек заберу, который был последний. Это вот старый Скайли Милана. Рилли Рич, вот, охуенно, тоже. Рилли Рич, Пропаганда Денег, Мани Кантер Мюзик, Онион. Все эти альбомы я просто обожаю его, репитил очень много, и любил старого Скайли Милана за его текста. Потому что, ну, такого, как бы, в России я не слышал, чтобы чел такую херню нес просто. И еще Детройт процветал. В общем, это было круто. Детройт я любил, Скайли Милана я любил. Дальше, дай мне шанс. Я не хочу жить в Дубае. Вампир, конечно, годненький трючок, я его расслушал позже. Но для начала что-то, поначалу было такое. Позже я его расслушал, конечно же. Теперь, после четырех альбомов, которые мы, я слушал, которые я любил, выходит новый, проблемный ребенок. И что здесь ждать? Не знаю. Это уже не Рилли Рич, не Пропаганда Денег, Ни Мани Кантер Мюзик, Ни Онион. Это вообще что-то другое. По очевидным причинам. Здесь даже, кстати, уже трек какой-то забаненный. Я по-моему, как так? Скайли Милан уже не... Ну, еще не успел даже альбом выйти. Уже трек забаненный. Мы его, конечно же, послушаем. Найдем как. Найдем как. Очень интересно, что это такое. Очень много интересных фитов. Агли Стефан, Платина, Токсис, Шайни, Воскресенский. Воскресенский, боже. Это круто. Реально, это действительно круто. Это уже, ну, точно не то. И мне интересно понять, что это такое. Если старый Скайли Милана цеплял меня своими текстами, то чем меня собирается цеплять новый Скайли Милана? Это уже вопрос. Давайте почитаем. Давайте почитаем. Ранее Данил заявлял, что все релизы, вышедшие до 23-го года, микстейпы и эпишки, альбома еще не было. Вот так серьезно, да? По этой причине именно проблемного ребенка можно назвать дебютным полноформатным альбомом Скайли. Вот так, да? Угу. Хорошо. Воскресенский, Журов, Валюты. Не, ну в нем есть прикольный, прикольный, прикол. В нем есть прикол. Это вайп такой интересный. Пластинка также стала первой после цензуры исполнителем ранее выпущенных треков. Вот что сам Скайли говорил об этом в повторном интервью для вписки за несколько недель перед выходом альбома. Если говорить о событиях, которые случились с тобой в 23-м году, у тебя был страх, что это будет преследовать тебя всю карьеру? Бро, мне похуй. Я хочу доказать охуенной музыкой, и все. Как будто это логично, так и было. Просто цифры не врут, знаешь. Воскресенский охуенный чел. Согласен. Платинный норм трек, остальное полное залупень. Мнение он для курса, да, как всегда, самое здесь уважаемое и почтимое. Поэтому единички, естественно, выигрывают. При диктам сразу можно... Ладно, шучу. Ты так и не посмотрел вписку? Нет, я вообще ничего не смотрел. У меня постоянно бичные траблы. То с головой, то с компом. Сами понимаете. Я ничего, кроме флома, не смотрю. Вообще, прикиньте, вообще. Кроме флома, ничего не смотрю сейчас. Работа над релизом велась с 22-го года. Но из-за выше упомянутых моментов с цензурой, а также проблем со слухом. Это которая с детства. Ладно, шучу. Исполнительная официальная дата выхода стала 15 декабря 23-го года. Что за проблема со слухом? Не шарю. Великолепно. За три дня перед релизом был показан треклиц альбома, на котором впервые стали известны гости релиза. Аглист, Токсишайни и Воскресенский. Примечательно, что седьмой трек был скрыт тремя знаками вопроса. Ну, в итоге он скрыт на площадках. Окей. Это мне... А, это в Телеграме да было. Сольный альбом скоро. Подожди, чуть-чуть. Всех порадую. Работаю постоянно. Должен быть мой лучший материал. Бро хочет переплюнуть. Юпи-ё, Телеграм. Дофамин. Я хочу тебя трекать. Секс, деньги, наркотики. Большие бабки, да, еще. Гниду. Буква Х. Ну, буква Х. Тюрбан. Киткади. Да и вообще в целом Анион, кстати, тут многие хитрые. Челы-то хочется переплюнуть. В плане по хитовости. По качеству, очевидно, уверен, что это раз в 10 качественнее, чем Анион. Но по хитовости... Так, а что из этого слушать? Ребят, вообще не хочу огорчать вас. На выступления, которые запланированы в ближайшее время, они переносятся... Алло, трек выше делаете. Ребят, вообще не хочу огорчать вас. Я очень хотел прилететь и планировал это. Бляди, что здесь? Поэтому так происходит день в день, но... Ребят, вообще не хочу огорчать вас на выступления, которые запланированы в ближайшее время. Они... А, да, это вон, все, слушаем. Переносятся на неопределенную дату по причине того, что у меня воспаление ухо и я буквально ничего не слышу. На данный момент И у меня никогда не было такого Я лечу это на протяжении полторы недели И мне мало что помогает Надеюсь на ваше понимание Надеюсь, что у меня все будет хорошо Не знал Даже громкую музыку, не то что делать ее Я обязательно приеду в ваш город Я очень хотел прилететь и планировал это Поэтому так происходит день в день Но каждый врач мне говорит о том Что любой перелет Или любой громкий звук Может только ухудшить Твою ситуацию Так что новые даты будут в пабликах Вконтакте С выступлением, с вашим городом Обидно, что так вышло Короче, плохо, альбом сиден и выходит Через две недели Проблемный ребенок 15 декабря Бля, я думал все время, что у меня 14 треков Оказалось 13 Будто не взял еще треки Может делюкс ебануть потом Полтора миллиона рублей потратил примерно за бит Полтора миллиона? Мне такое было И че как? Потом может пообщаемся по этой теме Я бы хотел Ну, не такую же, а пообщаться Полтора миллиона рублей Чел, тратить на биты Ладно Нахуй ваши рэпери за 20к Хуевые биты в телеграме Покупают на реле себе Во-первых, ты битмейкер ебаный Все Взарвите интернет 15 числа Прошу вас Серьезный момент для меня И первый альбом, на котором будет больше треков А, реально, кстати же Реально Типа диод Столько можно было сухариков купить Рил Дебил Ха Плюс Луи Отличная обложка, бро Ну что? Очень интересно, что это такое Если Просто, понимаете Скали Милана Вот, объективно, да Ничем не цеплял Кроме текста Вот, объективно Были какие-то прикольные идеи Ладно, допустим Были прикольные идеи Не только текст Хуйню сморозил Было что-то прикольное Но ни реализации он цеплял Ни Ну ладно Структурки были прикольные Не харизмой он цеплял Как будто Ну не знаю Что-то другое в нем было Когда у него это забрали Что будет? Очень спорный релиз Давайте слушать Юпи-ё, юпи-ё Дай мне посмотреть Джо Писиси Да, все верно Свердлова 51 Интро Слушаем 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 Так много лет Я держал это внутри Помоги мне Мне нужна только ты Могу ко мне Дай тебе мне Дай тебе мне Дай тебе мне Понял Я не хочу быть один Я плакал на холоде Мои глаза ссыли Я чуял наркотики Я жил в этом мире Я не мог быть нормальным В моем городе провалы Нет домов, где гуляли Трудно быть популярным Я хуеву пою Но я вложу вода душу Не было на еду Но я делал как лучше Свердлова 51 Я ненавижу этот дом Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Я куру из-за травмы Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Я пью из-за травмы Я пью из-за боли Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Я куру из-за травмы Я пью из-за боли Так, это что? Ну, во-первых, охуенно. Мне очень нравится. Я считаю, надо добавить. Как трек, нет. Если бы я знал, бля, парни, вы мне не сказали, что там еще интеруха. Если бы сказали, я сделал другой прогноз. Я бы сделал 0.6, 7.8 и 9.13. Но нет, я не добавлю этот трек. И, значит, троечка не совсем получается прикольная. Если бы вы меня предупредили, сори, я не увидел, что там интеруха. Это очень годно, но это интеруха. И это не репетная история. Это нас впускают в альбом, впускают в концепт, так сказать. И это пиздец круто. Мне очень зашло. Я, во-первых, не ожидал. Во-первых, не ожидал такого. Припеп, может быть, немножечко выбивается, но вот это пиздец круто. Мне очень зашло. Реально, блядь. Я ненавижу этот дом. Сильно. Реально сильно. Чико, за ваше здоровье. Первый трек. Правда. Чем же нас будет удивлять Скаля Милана? Слушаем. Я в Москве самый богатый гастарбайтер. Я отрежу язык, ведь эти рэперы байтят. И я на данный момент плачу трем адвокатам. И ты реально думаешь, типа тебя что-то парит. И я надеюсь, что в этом мире нет кармы. Если это только начало, то что будет дальше? Ведь я делал много боли людям. Да, это правда. Ведь я делал много грязи людям. Да, это правда. Я обманывал людей на деньги, жил как мог. Я не как-то долбоебы, вправду видел дно. И когда я упаду, скажи, что я король. Подними меня, малыш, и убери всю боль. Мой младший брат уже знает, как воровать. И удивительно, что он еще не умеет читать. И кто-то из моих людей уже знает, как убивать. И у тебя не хватит денег, чтобы купить мою тетрадь. Когда приеду со студии, жаль тебя не будет дома. И я не верю учебникам, не читал в школе. Скали Милана, бедный как рыба, которая тонет. У меня дохуя денег, но в крови своровать что-то. Меня томила тревога. Когда еще был маленьким, и у меня был талант. Придумывать оправдания. Мой город не для жизни, мой город для выживания. И только раковая палочка убьет переживания. Ну должен быть препят. Плесный слог. Хуй надо только куплет. Это даже не рэп. То, что видел за 20 лет. Черт, убрани жилет. У меня на шее мой крест. Пусть знает интернет. Правду то, какое оно есть. Черт. Это что за откровенность? Реально? Вы поняли, да? Это что такое вообще было? Хорошо. Скали Милана удивляет. Искренностью. Я не ожидал такого здесь. Скали Милана откровенно рассказывает о своем успехе с ошибками прошлого, богатством и амбиций. Мне текст передает эту сферу самоотверждения и подчеркивает искренность по отношению к своей жизни. Ну, бля. Ровненько прошелся. Как будто вторая интруха, я бы сказал. Где-то много слогов, где-то мало слогов. Но в целом прикольно, в целом по тексту интересно. Искренность здесь есть. Репитная? Нет, история. Как по мне, просто это послушать. То есть, смотрите. Вот уже вот эти два трека, они войдут в конечную оценочку альбома, в плане добавить, не добавить плюс. Они идут как в плюс, потому что это очень интересные треки, которые не репитные, но в рамках альбома, в рамках истории это очень крутые треки. Поэтому они в конце, как бы в общий зачет, добавить альбом или нет, они туда пойдут. Ну, как-то так. В целом неплохо. Мне пока что нравится. Не руина. Необычно очень такое от Скали Милана слушать. Учела трек, если что. Вы поняли. Дальше. Нас ждут из темноты. Скали Милана и Агли Стефан. Первый фит. Слушаем. Скали сейчас хуёло сделает? Ну, слушаем. Эти типы вместе работать умеют. Это мы знаем. Да. Может быть, что-то с вампиарами. Ой, sorry. Неплохо. Прикольно. Боебола. Что-то в этом есть, но не знаю. Пока что как будто кринж. На мне number nine. На мне mastermind. То, что я ношу, ты никогда это не знал. И мои рога, как у дьявола. Мы выходим на охоту. Что это? Я же не один, да? Слышу, что вообще не то. Он как будто, ну, он читает вообще. Ну, типа, бит сам, он отдельно. Вообще. Ещё раз. То, что я ношу, ты никогда это не знал. И мои рога, как у дьявола. Мы выходим на охоту, ведь идёт луна. Я больше не буду прежним, я не подам виду внешне. Но знай, что мои клыки твою глотку так перережут. Только тёмная одежда, мёртвых едимы, как реже ведь кровь. Бля, я слышу демку девятнадцатого года. Ещё это такое. Я твой ночной кошмар, мой флоу, как ритуал. Напившись в моей крови, даже подохнет комар. Я твой ночной кошмар, мой флоу, как ритуал. Напившись в моей крови, даже подохнет комар. Я вот слышу, как... Бля, Скалли здесь читает, как будто, знаете, новичок зажатый. Где харизма вся? Вот чё, на студию пришёл. Если я на студию приду, я буду так же читать. Я буду стесняться. Вот. Вот так, понимаете, должно быть это. Ну, это как-то так должно происходить. Обладающий загадочной атмосферой и элементами вампирской эстетики. Уволен. Ладно. Нет, хорошая нотация. Что-то в этом есть. Триммер нестабилен вообще с головой. В целом. Худж трек пока что. Скалли просто руина полная. Стефан ещё куда не шло, но... Пока что прям... Ну, типа что-то... Типа что-то променяло. Типа что-то... Ну, тут прям говно не было, да. Ну, да-да-да. Говно особо не было, как бы, кроме... Променяло. Трек напоминает вампир, но вампир гораздо сильнее. Прям в разы. В разы вообще... В огромные разы. Проблемный ребёнок. Слушаем. Так же, как и название альбома. Много обещающий. Окей. То-то-то-то-то-то. Это то. Ебать. Охуенно. Я скучал по такому Скалли Милана. Да-да-да. Привычный для него стиль. Просто увереннее чувствуй себя. Сто процентов, ты прав. Это прям вот то. Это прям Скалли Милана. Это вот... То, что он в глаз втором записывал по-любому. Вот, что он говорил, альбом начинался в 22-м писать. Всё, это нахуй. Вот, это трек 23-й по-любому записан. Правда, скорее всего, тоже. А Свердлова тоже, скорее всего. Вот это прям... Вот этот трек 22-го года. По-любому. Я уверен. Это не делает его плохим. Это вот... Это тот самый Скалли Милана. Только менее аморальная текстация здесь. То есть в рамках разумного. Очень круто. Мне очень нравится. Вот этот его флоу. Я вытворяю хуйню. Я проблемный ребёнок. Бля, как там было? Ещё раз. Я хочу ещё раз. Вот с этой харизмой своей. Приять. Всё, это крутой альбом. Ой, трек я хотел сказать. Трек, трек. Очень крутой трек. Очень крутой трек. Это прям мой стиль. Вот это его стиль. Это я прям люблю. Вот это Скалли Милана, которого я люблю. Очень круто. Я дико счастлив, что этот трек здесь есть. Я думал, такого не будет больше. Реально. Реально. Скалли Милана, вот. Всё. Так же считает. У меня нога не мила. Верят и не верят. Следующий трек. Филь Платина. Очень интересно, кстати. Что это такое будет? Давайте послушаем. Алло, Филька Энджел и Наймейс. Мы украдём твоего маленького ребёнка. Он будет как живой щит. У меня 2 миллиона ветровке. Прям шай. Мне похуй. Это Джованшит. Ты меня знаешь. Могу тебя ёбнуть. Приехать на похороны и почтить. Не говори ничего. Ты меня привлекаешь больше, когда ты молчишь. Они мне говорят то, что я фейк. Но мне похуй. Ведь мои купюры реальные. Дал поебалу. Типу. Я чуть не попал в приватные. ТГ-каналы. У него даже не будет могилы и гроба. А как здесь Платина будет? А, что-то такое слышал. Что-то такое слышал. Было, нет? Снипп. Охуенный доприпёв. Не плачу, но надо было сюда. Нет? Ну, кстати, норм. С Калем мне больше нравится. Вот, началось, началось потихонечку уже. Всё. Разгоняем. Начинается. Вот оно. И дальше, как пойдёт всё, да? Чтобы все треки добавили. Чай вот был? Да, был. Сегодня, завтра на канале будет, дружище. Я думаю, завтра. Абсолютно не сомневался в твоих способностях жрать говно. Бро. Ты написал в Платине, с Платиной единственный норм трек. Сейчас ты мне пишешь. Не сомневался в твоих способностях жрать говно. Ты вообще себя слышишь? Или это не ты писал? Ну, вроде, ты писал. Я бы, наверное, сказал Скалле больше. Ну, припев. Скалле уже, уверен, в Сиктоке хайпится 100%. Я в этом уверен. Текст интересней точно у Скалле. Флоу интересней, как по мне, у Скалле тоже. По реализации может только Платина посильнее, потому что он обычно в целом поувереннее как-то варится. Не знаю, но в целом... В целом у Скалле поинтереснее, как минимум. Хуй знает. Если бы Платина вот все было, как вот эта четверка, может быть. Но так Скалле для меня поинтересней. Не знаю, в любом случае, стрек охуенный. Проблемный ребенок или верят и не верят? Вопрос тяжелый, кстати. Который я сам себе задал, и не знаю, как на него ответить. Нет, верят и не верят, бит поинтересней. И задумочка припева прикольная. Поэтому, я думаю, верят и не верят пока что самый сильный трек. Бля, очень крутой трек. Я почему-то его как будто слышал где-то. Ну, припев этот. Может быть, сниппет был? Не знаю. Охуенно. Больно. Следующий трек слушаем. Токсис. Ой, это Фит Токсис. Ну-ка, интересненько. Скалле Милана и Токсис. Дожили, блядь. Скалле Милана и Токсис. Это просто страшный сон тех, кто вот ненавидит. Знаете, вот эти все... То, что дико популярно. Вот просто страшный сон. Скалле Милана и Токсис Фит. А, я видел что-то типа вот этого. Сниппет вроде был. Ты не понимаешь. Больно. Детка, мне больно. Бить тебя больно. Я не могу больше ждать. Больно. Детка, мне больно. Бить тебя больно. Я не могу больше так. Я запрыгну в Биг Барри, но там тебя нет. У-у-у, сука, мне груз. Я как будто смотрю на свое отражение. И вдруг понимаю, что в зеркале пуск. Все, что мне надо срубить, кэрр. Я считаю банкноты из посты капуст. Я просто булавну на Биг Барри Шлем. Да Биг Барри Лем, да Биг Баррус. Неплохо. Неплохо. Сука. Прикольно. Прикольно, прикольный трючок. Что-то в нем есть. Остальные покрепче были. Ну, которые я добавил. То, что ты скучаешь в такой день, но тебя нету. Как же ты не понимаешь. Кто писал аннотации? Чел. Бро. Это аннотация к альбому Скали Милана. Больно рассказывает о боли после расставания. Токсис выражает чувство утраты. Скали Милана дополняет своим опытом отношения. Вместе они передают эмоциональное состояние тоску. Чел пишет аннотацию к альбому Скали Милана. Типикал фанаты Скали Милана даже не знают про существование гениуса, скорее всего, бро. И Токсисы тоже. Потому что телефон детям в таком возрасте еще не дают. Ну, типа я гений. Шуток. Смеетесь. Ладно, нет, я шучу. Конечно, я очень люблю и Токсиса, и Скали Милана. Но просто, скорее всего, у них фан-база это реально 12-летние типы. Так что тут, скорее всего, по фактам. А если это училка по литературе писала? Очень похожий на училка по литературе. Кстати, неоднократно было, что я что-то говорю про чела, который писал аннотации. Потом этот чел заходит на мой видос и говорит, о, это я. Так что, привет тебе. В следующий раз попроще, пожалуйста. Ладно. Бум-бум. Больно добавляю. Прикольный троечок. Что-то есть в припеве. Прикольный куплет у Скали Милана. Интересный куплет у Токсиса. На классе в целом сделал. Припев, ну норм. В целом, крепкий троечок. Но проблемный ребенок и верят, и не верят посильнее. Бум-бум. Че, никак не послушать? А, чисто в России. А у меня ВП на здесь нет, да? Ну-ка, подождите. Бум-бум с Кали Милана. Слушай, я, кстати, видел в ТГ, вебали вроде из асэмпла, да? Или че? Фу, с Галли Милана опять написал хуйню. Фу, с Галли Милана опять написал хуйню, которая будет играть везде. Фу. Ой, да пошел он нахуй тогда. Заебал я. Цепочки мои, цепок у меня вообще. Эй. Я знаю этот трек. А-а-а-а. Ха-ха-ха-ха, ебать. Бля, это такой крутой трек, смешной. Я всегда угорал на дне. Да, она хочет внимания, вот почему она творит хуйню. Эй, ты в этом клубе жила на ночь. В плане оригинала я знаю. Эй, рядом так много ебланов, каждый из них тебя хочет бум-бум. Эй, и моя сучка без макияжа, лучше твоей с ним. Да, они знают я с Калли Милана, я могу курить аж худи где угодно. И когда мне было лет 19, у меня уже было 5 миллионов. Даже не на моей карте, постой, я имею в виду, это было лишь шмотка. И я недавно увидел субывшим, дать в рожу или в голову. Плати мне лям, чтобы видеть меня в клубе. Плати мне два, чтобы видеть меня с другом. Плати мне лям, чтобы видеть меня в клубе. Плати мне два, чтобы видеть меня с другом. Бум-бум-бум, ты хочешь бум-бум-бум. Бля, у меня ностальгия вообще по этому припеву. Какой это кайф. Круто, круто, круто. Мы будем бум-бум-бум до ночи бум-бум-бум. Москва, танцуй, Казань, танцуй, не КБ, танцуй, СПБ, танцуй, Москва, танцуй, Казань, танцуй, не КБ, танцуй, СПБ, танцуй. Эй! Тамбов танцуй, да, да, да. Республик, видит, мадам. Да, я им тебе. Бля, годный, годный трючок. Nightcore Bot. Челы Рил. Алло, реально? Ну, считай, добавил. Считай, тебя добавил. Для ставочки. Ну, а как не добавить-то его? Я хочу его добавить. Хочешь, а потом ВК зальет огненной? Да я могу сам, но если кто-то зальет из вас, пожалуйста, это будет кайф. Слушаем следующий трек. Бум-бум, бля, очень крутой, прям. Необычный. Пиздец, гаднота. Но пока что лучше верят и не верят. Недорогая мне следующий трек. Что-то знакомое, нет? Серега Пирамец. Бит, сука, знакомый. Да, 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 я говорю. Привязь от трек, можно вместе с Кариной послушать. Какой Кариной? Ты вечно будешь моей, я подарю тебе ВИЧ, у тебя не будет парней. Ты вечно будешь моей, я подарю тебе ВИЧ, у тебя не будет парней. СТГ. Соня такое не слушает. Соня такое не слушает. Соня, это true. Такой себе трек. Вайб какой-то есть, но... Такое, такое. Не знаю. Как-то разогнались, да, вот от проблемного ребенка до бум-бум. И вот сейчас что-то... Да, это true, понял. Спасибо. Ладно. Проходняк максимальный. Не будем даже ничего говорить. Не знаю, вообще ни о чем трек. Честно. Пиздец, следующий трек. Fit Shiny. А у меня вопрос, они вообще фитовали до этого? Как будто нет. Реально. Они как-то все, знаете, в одной тусовке были, но никогда не фитовали. Это очень странно. Очень странно, реально. Наконец фитанули. Очень интересно это посмотреть. Очень интересно это посмотреть. Это, скорее всего, под Shiny будет. Что-то рейджовое такое. Я думаю, да. Я думаю, это так и будет. Слушаем. Если я умру, это будет пиздец. Так что я ебую, как в последний день. Если я умру, это будет пиздец. Так что я ебую, как в последний день. Что-то ладно, пока хз. Считаю деньги, считаю еще. Плохой математик. Считаю деньги, считаю еще. Любимое занятие. Я начал тренды, я придумал флоу. Я законодатель. Я хочу вот эту, хочу вот эту, потом хочу другую. Твои тёлки грязные, но поверь мне, мои тёлки хуже. Ты говорил мне, что ебал мою тёлку, но скажи какую. Так много таблеток лежит в моём доме, но я не торгую. Блядь, это надо сохранить, это пиздец. Не флакается, вообще припев со всем остальным. Аргентия, вообще не торг. И Шайни как здесь будет. Я думал, как-то будет более динамично под Шайни. Ну Шайни может на это, ладно. Я хочу быть фломом. Вот это, кстати, от Шайни поинтереснее. Моё межиком трясётся, блядь. Вот сюда бы Шайни. Не, сюда бы Каэнджела с Майсом. Ох, там пиздец был плюс. Для первого фита Шайни это просто ужасно. Я ожидал гораздо большего. Я верил в этот трек, как только я ещё в трек-листе увидел, я думаю, бля, фит Шайни это должно быть очень круто. Вообще нет. Не факается вообще припев ни с чем. Шайни. Ну, первая четвёрка норм. Дальше чё-то хуй знает. Как по мне, токентруха кайфовая. В плане, в этом треке или в альбоме в целом. Альбом. Ну, не согласен. Как бы тут каждому своё. Но в целом треки, которые я добавил, они прям очень годные. Вот реально, мне прям очень зашли. Проблемный ребёнок верят и не верят. Больно бум-бум. Вот они прям крутые. Мне зашли очень. Следующий трек, давайте. Я топтал его голову. По названию есть также предположение, что это опять же трек, записанный в 22-м году. Вполне может быть. Лето проебал с прогнозом. Ну, сори, согласен. Но ты на троечку поставил сам. Как бы мог ничего не ставить просто. Слушаем. Я топтал его голову. Не играй со мной, блядь. Хрр. Хрр. Эй, хрр. Я топтал его голову в новых рамонах. В моей семье никого нет по говнах. Сука, ты знаешь, сейчас камер в законе. Вампир, я тебя, бро. Я не вампир, я убью тебя ноги. Я кину белую таблетку прям в почту. Это с Халли Мелана, ты знаешь мой почерк. Конфликт, ты этого не хочешь. У меня право полить бабло. Всё потому, что я видел дно. Ёбаный дрич, но я там ебло. Хочешь на фи, ты мне полкило. Я могу отрубить твою голову, бро. И потом буду играть в футбол. И на мне щадить вятка, будто я рондо. Странный флоу. Я как рвать всех, ведь у меня есть шурки. Дай больной, отправьте меня в толку. Когда я в клубе со мной тресохи. Все эти люди вахоют в натуре. Я никогда не беру букву L. Каждая моя тишка оверсайз. Я не бро, это вот самый... Прикольная строчка. А кто, осуждаю? Я прямо сейчас готов забить на карьеру. Передай мне глоб. Я говорю ей, вырубай его трек. Иди нахуй, ведь это мой ум. Я-то островывал голову в новых Рамонах. В моей семье никого нет погона. Сука, ты знаешь, сейчас камер в законе. Вампир, я тебя урою. Ты реальный вампир, я убью тебя ноги. Я кину белую таблетку прям в почки. Это с Халей Миланом, ты знаешь, мой почерк. Конфликт, ты этого не хочешь. Против авто был в тюрьме. Но я ни разу не был в тюрьме. Я приготовил пурш на плите. Я вышел из гет и ожил в говне. Больше денег, больше проблем. Больше девок, больше проблем. Тоже сохраним, пожалуй. Прикольные строчки есть. В целом. Да тише. Это что, блядь? Чего пишешь? Где шедевральная аннотация? Я не понял. Обнови. Оно так не работает. А, Таре говорит о том, что он топтал его голову. Бот. Это уже наш человек. Это уже бот. Это как бы наш посетитель. Это наш слон, так сказать. Базировано. Это уже базировано. Вот такого. Вот великолепный трек. Кстати, сюда тоже советую всем заценить. Великолепный трек. В телеграм-канале Афанов Мюзик. Ссылочка в описании. Всем советую. Лучше всего альбом Аскали Милана. Точно. Нет, прошу. А все, уже поздно. Короче. Очень странный трек. Но он должен здесь быть. Такие подобные эксперименты с интересным флоу должны быть. Это не полная хуйня. В этом что-то есть. Кому-то это может нравиться. Больше всего я тебе писал. Мне нравится этот флоу. Для нас-то какая-то хуйня может показаться. Но в целом это прикольный трек. И я думаю, что он должен быть на альбоме. Это прикольный трек. Что-то в нем есть. Танцуй со мной. Слушаем. Танцуй со мной. Танцуй. Это в начале года трек выходил. Я помню. Танцуй со мной. Простанцуй со мной. Просто танцуй со мной. Просто танцуй со мной. Я курю. И вот поэтому в бонге однажды я обнаружил мочу. И моя карма плохая, поэтому я дал поля, моему бомжу. Окей. Окей. Органы могу отправить их в лувр Эй, могу кончать на нее, когда я захочу Я купил эту грудь, эй, бля, я убью тебя Не заплачу ни рубля, ведь мой шутер в долгу Эй, брови оттуда, где бабья лето До половины июня Эй, я выпил вчера столько, что я боссался Когда я в нее вошел Я прошу майка в мире, ЛВ и Диор Я на свой лук, могу купить твое шоу Неси мне кристалл, еще неси мой от После этой ночи нужен будет гроб Я не наркоман, вы что, я хочу сегодня просто убраться и все Просто танцуй со мной Эй, просто танцуй со мной Чел сначала вот это поет, потом Ну вы слышите Эй, просто танцуй со мной Эй, Слюха, двигай своей башкой Эй, я не кончаю, бро, тёлка, ведь я не хочу, чтобы они ели мою энергию У меня двойка по-русскому, однако я знаю, где у нее место имение Выкинул курку дискларент, когда я узнал, что тембрана влажит Бля, я скучаю по маме, скучаю по дому Я хочу похавать пельмени Бля, это вообще жестко На ДР моей девушке расстался и потом вернулся Стефан мне говорит, что он бросает курить, ашкуди, братик, ты ебанулся Ты чё угораешь, я прямо сейчас затянулся Я бурник ускурил шесть ашек подряд И я передознулся Эй, просто танцуй со мной Бля, тебе вот эта строчка Сука, какой трек охуянный Это разъёб Эй, Слюха, двигай своей башкой О, да-да-да Эй, Слюха, двигай своей башкой Я курю ашку сейчас, я Агли Стефан Я Агли и я Степан, я Агли Стефан сейчас Эй, Слюха, двигай своей башкой Эй, Слюха, двигай своей башкой Ебать разъём Бля, один из лучших треков Вообще один из лучших треков Очень круто Это, во-первых, необычный вот трек с бочечкой Да, такой Такой более поп-трек При этом У них прикольный флоу У них Есть живая история вот тут Вот тут Эйбл Бля, вообще очень крутой трек И текст вообще очень крутой Лучший пока что текст, наверное, здесь Очень круто Это, наверное, вообще топ-1 трек пока что Очень круто Ебать И припев не душит, кстати Воскресенский хуйни не делает Думаю, next track кайфовый трек Ой, я думаю, next кайфовый трек будет Посмотрим Скалим Лановит Воскресенский Это очень интересно Это очень интересно Очень интересно, во-первых Под кого бит Как говорится Воскресенский делай А когда не делали В целом и для того и для того Ну танцуй со мной Это прям вообще Улёт Я не ходил в школу Я был долбоёбом Долбоёбом Бро, какой наш план Делать миллионы Подожди, чё-то знакомое опять Вольни ебало Мы у микрофона Много дел Чё-то знакомое Три телефона Три телефона Хочу сказать Кенту Что он хуёвый рэпер Ты не рэпер Но я не понимаю Как мне это сделать Не понимаю Купюры отмываю Мне похуй на треки Поебать Я делал нелегально Ты знаешь, я мошенник Я мошенник Отправьте меня в джунгли Я на ебу лесу Нахуй её Её укусил клещ И балл её в лесу Нахуй её У тебя справит начление Тебе сосу Чё, блять Бля, я не пидор Я не пидор Хуйни несу Я не пидор Кто? Я кончил девочку У меня новая семья Каждый твой лук мимо Когда я вижу тебя Ты хуя Она сосала хуй Я её не ебал Я не ебал Мой бро копает могилы Умею держать лопату Лопату Я за один день Проебал твою зарплату На день рождения Шутеру я дам гранаты Гранаты Не пиздите мне Я знаю Вы фанаты Я не ходил в школу Я был долбоёб Наркофлоу Охуенно Миллионы Бля, вольнее ебало Мы у микрофона Много дел Три телефона Ну-ка Три телефона Я не держу её за талию Она меня за долбоёба Почему она не хочет Трахаться с парнем с района Надел бучие очки Она тянется к микрофону Она видит воскресенского Я вижу её голой Она не хочет Что хочет непонятно Да и нравлюсь я И что я читаю невнятно Хочешь денег, сучка Делай мне приятно Не надо работать Воскресенский Все оплатит Я никогда не буду работать Хуй вам В школе два И за клапшоу Теперь два Она дрочит мне Примерно два часа У анёчки Уже синяя рука Я не ходил в школу Я был долбоёбом Долбоёбом Бро, какой наш план Делать миллионы Миллионы Бля, вольни ебало Мы у микрофона Много дел Три телефона Три телефона Это пиздец Это настолько Плохо, что Охуенно просто Великолепно Вот честно Это пиздато Очень пиздато Это настолько плохо Что охуенно Браво просто Не, ну Слушайте Мне очень радует текст Я думал Он будет гораздо хуже Реально Текст годный Вот Бля, вольни ебало Мы у микрофона Очень интересно Такой наркофлоу Что ли, да? Как сказать Хочу сказать Кенту, что он Хуёвый рэпер Но я не понимаю Как мне это сделать? Купюры Отмываю Мне похуй на треки Я не ходил в школу Я был долбоёбом Бро Какой наш план Делать миллионы Бля, вольни ебало Ну, как стих Рассказывает Про стул доски Блядь Ну, воскресенский Сделал, как сделал Охуенно Я держу её за талию Она меня задолбоёб Это разъёб Это разъёб Вполне спокойно Вполне спокойно Охуенно Вообще круто Очень Идём дальше Голый Последний трек Пошла нахуй Хочу увидеть тебя голый Хочу увидеть тебя голый Хочу увидеть тебя голый Хочу увидеть тебя голый Три ночи я у твоего окна Хотел бы быть помадой на губах И только ты одна в моих звонках Я буду спать с телефоном в руках Малыш, мы будем видеться во снах Когда ты рядом, мне закроют глаз Когда ты рядом, мне закроют глаз Я люблю тебя Хочу увидеть тебя голый 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 Челам не нравится Че по поводу этого трека думать Окей Аутро я ничего сказать не могу Добавлять не буду Байп трек просто Хой знает Как вам альбом? Давайте так Хочу увидеть тебя голый Про собаку Эзера Левела Еще раз кто-то скажет Блять собаку Эзера Левела Нахуй будет забанен на стриме Сука Я надеюсь вы уяснили Сколько треков мы добавили? Я добавил Все хорошо Раз Два Три Четыре Пять Шесть А реально шесть треков Прикиньте Единичка выиграла Единичка выиграла Нормально Че? Магнолия Позра Ебать ты Сегодня на лотов баллов Единичка выиграла Две ставки за сегодня Да Да Мощно Мощно Ты сука Я тебя заблокирую Я тебя заблокирую Ты думаешь я тебя не заблокирую Ты сука Хорош Смотрите Альбом Скари Милана Проблемный ребенок Не знаю Че там сейчас пишут в интернете Но В целом Работа прикольная Есть Хорошие треки В целом Не зашло Конечно Полноценную работу И добавлять Типа Убирать плюсик В альбоме Я не буду Ну Потому что Много проходничков Но Среди тех Что не проходнички Тут прикол в том В чем альбом Те что проходнички Они Ну либо проходнички Либо слабые А те что я добавил Ну они прям Пиздец сильные Они прям Пиздец сильные Вот Реально Что я не добавил Все охуенное Очень Понимаете Очень охуенное Как бы Что тут Что тут Можно еще добавить Хуя Короче Годные треки У нас Проблемный ребенок Верят не верят Больно Бум-бум Танцуй со мной Три телефона В целом Неплохой альбом Ну я думаю Предыдущие Посильнее будут Хуй знает Но треки годненькие Скаля Милана Еще не потух Я думаю Нас еще порадуют В будущем Релизами Спасибо огромное Это был Действительно Очень интересный Релиз Который был Наполнен Сука Всякими Он был Наполнен Всякими Интересными Экспериментами Интересными Идеями Ушел он От своего Звука Иногда К нему Возвращаясь И Что еще Добавить Спасибо большое Я кайфанул Реально Больше чем С Нью Лайта По-любому Мне это зашло Больше чем Нью Лайт Чайлд Каждый трек В любом случае Было интересно Смотреть Из-за баров Ой слушать Из-за Каких-то прикольных Идеи структурных Да и даже Если трек был Хуевый Но он был Смешной Если у Нью Лайт Чайлд Допустим Трек хуевый Но он просто хуевый То тут он хуевый Из-за того Потому что он Смешно Не знаю Там допустим Чтобы вы понимали Про что я говорю Допустим Про трек Я топтал его голову Я могу отрубить Твою голову Бро И потом Буду играть В футбол И на мне Сидевят Как будто Эрондол Я в лучи По земле Ему говно Я как рвать Все кучи у меня Поэтому Могу только сказать Спасибо большое Скале Милана За этот альбом И вам То что Вы были На этом На этом На этом Видосе Я надеюсь Что вам понравилось Это видео Если это действительно так То обязательно Поставьте ему лайк Также Подпишитесь на мой канал Чтобы не пропускать Еще больше реакций Оставляйте комментарии Что вы думаете По поводу Этого альбома Какой трек Вам зашел Больше всего С вами конечно же Как всегда Был я Афан Не забывайте Подписываться На телеграм Твич Бусти Все срочки В описании Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем пока